итак 18000 подписчиков я всех поздравляю это замечательно всем огромное спасибо что подписываетесь впереди нас ждет 19000 поэтому не расслабляемся работаем дальше в этом видео поговорим с вами про второй лот на аукционе это кировец 1 о извините к 2 а я в чем разница то вообще а точно в названии и так танк еще никуда не появился нигде его еще пока нет уже танкисты бегают и кричат с поднятыми руками что это имба там чуть ли уже не сопли у них текут я как владелец кировец 1 и человек который взял на нем три отметки ответственно заявляю что сравнив два танка я не обрадовался вообще ни разу а в некоторых местах даже огорчился то есть я считаю что кировец один говнище он настолько мерзотный и неприятный у него него не опускается пушка там нет ни обзора стабилизация точность дпм вообще мусор единственный нормальный танк похожий на вот эти это двухстволка советская там и удобно танковать и корпус нормальной длины адекватно для того чтобы бортом танковать и у тебя два ствола с хорошей стабилизации там лучше скорострельность дпм стабилизация точность все лучше и ездит танк нормально с нормальной скоростью а это два каких-то уродца такое ощущение что двухстволка стоит посередине как голова банды а это два ложка сзади такие что-то там один уродливее другого вот смотрите давайте посмотрим на броню этого танка которую все хвалят говорят все остальные параметры говеные потому что броня просто имба окей смотрим нлд 180 миллиметров которые получились из-за приведенки 43 градуса из 35 миллиметров это ну нормально окей сто восемьдесят пять миллиметров вы будете им танковать на восьмом уровне нет то есть нлд надо прятать увы на у насколько 6 градусов спрячем мы ну вряд ли это будет сложно в лд в лд действительно толстая 160 миллиметров под углами 60 градусов с хвостиком получается от 360 до 270 миллиметров плюс еще лючок мех вода имеет хороший наклон и он будет рикошетить а рикошетить он будет под башню где дырка иногда будет залетать в основании башни лоб башни 300 миллиметров местами есть 250 щеки 313 340 и до 500 и так теперь переходим к бортам борта очень толстые там экраны там 600 миллиметров 400 миллиметров между гусеницами 118 но там рикошет поскольку корпус сбоку имеет еще и наклоны в общем и целом броня корпуса действительно впечатляет она обалденная но вот когда мы на врага выезжаем пострелять а выезжаем мы шестью градусами очень как попало чтобы врагу показываем помимо корпуса и лба башни мы ему показываем лючки лючки действительно небольшие 118 140 миллиметров 120 миллиметров но они есть их 2 плюс еще крыша лючков пробивается легко там 30 миллиметров но это еще не все тут 30 миллиметров дверь в голове просто на пол башни такая же как у из 3 вам тяжело из 3 в голову пробивать вот просто вот крыша башни дыра нет а вся вот эта броня вот она будет против кого работать против чела который будет стрелять в корпус понимая что он туда не пробьет она вот броня вот вся красная там некуда пробить а если враг не будет стрелять вы будете на него выкатываться и он вам будет стрелять в крышу башни да может быть не каждым выстрелом будет пробивать но а будем ли мы каждым выстрелом пробивать у нас дпм 1600 альфа 390 основным снарядом пробития 203 скорость полета снаряда 790 вы его там рукой кидаете и кумулятив летит со скоростью 820 с пробитием 270 до пробития лдой хорошие окей но у нас точность 042 сведения 278 у киров c1 да действительно точность 043 сведения там что-то 2 и 9 но у киров c1 стабилизация 024 по корпусу и от поворота башни 014 вы знаете какая стабилизация у к2 027 я честно скажу самое мерзкое что было в киров c1 это дерьмовая стабилизация у танка к2 стабилизации еще хуже то есть у нас дпм 1600 нищий дпм пробитие дерьмовые основным снарядом 203 то есть мы только на галде боец у нас стабилизация просто мусор у вены 6 градусов у киров c1 максималка было 42 вперед 20 назад у нас максималка 30 вперед 12 назад что-то так им бой запахло прямо аж вообще не могу а теперь вспомните когда вы последний раз в рандоме видели киров c1 а я вам напомню первые пару дней после того как этот танк появился в рандоме больше его там не было вообще дай бог один раз в год вы увидите целого одного кировца который там не пойми чем занимался в бою но если это танк для вас имбовый и вы его получите то и вам на нем же и играть да я не спорю броня в корпусе невероятная во лбу башни тоже она хорошая но где у вены их нет дпм а нет броня в крыше башни нету максимальной скорости нет назад танк вообще не едет пробить основную снарядом 203 намечается топ фармер я бы прям не называл этот танк супер лютой имбой да у него есть плюсы есть минусы это в какой-то мере как-то там сбалансированный танк он явно не имба это лично мое мнение свое вы можете написать в комментариях пусть люди почитают и оценят но этот танк очень сильно похож на из 4 у него сзади там полочки на двигателе похожие на влд там какие-то выступы это такой вот младший брат иса 4 но и с 4 пушка нормальная а тут нет если бы здесь была бы стабилизация нормальная дпм нормальный пробить основным снарядом у кировца один хотя бы 220 тут 203 чего это за мусор если бы этот танк был льготный я бы сказал да вот это что-то прям уже имба наверно а так это какая-то будь итак теперь в конце подведем итоги что у нас получается за аукционы первый лот это акционная десятка китайский средний танк король обезьян это копия 121 b 2 лот у нас получается к 2 прим танк советский тяжелый 8 уровня третий танк вероятнее всего будет у нас марс копия прожета м-46 итальянский средний танк премиумный есть вероятно что 4 лот на аукционе будет т-54 хэви танк американский тяжелый танк 9 уровня премиумный ну и 5 лот пока не понятно вообще за какие ресурсы эти танки будут продавать какой-то из прим танка 8 уровня скорее всего будут за свободку новый прям танк возможно будут за алду хотя кировца вот за серебро продавали короля обезьян я думаю будут за серебро продавать если захотят его продать но возможно и за алду мне кажется минимум два лота будет за алду поскольку ее надо вытрясти ну и все остальное получается за серебро и свободку вот такой вот нас ждет аукцион пишите свое мнение в комментариях обязательно подписывайтесь сам был арчик играть красиво всем удачи и пока удачи 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 удачи